Микрорайон Ракитня в Звенигороде называют маленькой Швейцарии. Не хватает лишь воздуха, даже не просто свежего, а обычного городского. Начиная с мая жители стали ощущать невыносимые запахи. Наш микрорайон просто задыхается от запаха канализации. Мы перестали нормально спать, мы перестали нормально... Мы просто существуем, по сути, мы сейчас выживаем. Явно химия. И она такая, знаете, вот я даже протирала стены, потому что я не закрыла окна на балконе. И это, ну, как бы, наверное, часа два у меня вот это вот попадал этот запах, и пришлось все шторы стирать. По словам жителей, выбросы в воздух происходят по ночам. Окна открыть невозможно, особенно тяжело приходится пожилым людям и детям. Мы с ребенком вообще не спим. У нас не помогают закрытые окна. У ребенка начинается конъюнктивит, аллергический ренит. Это продолжается на протяжении практически всей ночи. Я могу показать, у нее это все потом, позже, выходит кожей. С каждым днем концентрация неприятных веществ все сильнее. Запах ощущается уже не только в микрорайоне, но и во всем Звенигороде. Как решить проблему, местные жители обсудили с представителями власти. Сошлись во мнении, необходимо срочно модернизировать местные очистные сооружения. Главный источник загрязнения воздуха. Все вы знаете, что сооружения на сегодняшний день ветки и изношены на 90%. И быстро этот вопрос не решит. Работы в этом направлении уже ведутся. Пока делается все возможное для максимальной блокировки вредных выбросов. Частичное накрытие сооружений, которое можно накрыть, сделано. Второе, что сделано. Проведен большой объем дозирования различных биопрепаратов, как в сами сооружения, так и в иловые карты. Что привело к снижению интенсивности запаха значительному на иловых картах. Это вы все видели, кто туда ходил. Жители внесли свои предложения. Установить конкретное содержание вредных веществ и характер загрязнения с помощью ежедневного мониторинга. По результатам исследования будут организованы новые встречи. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.